16% наших выпускников получили 80 баллов в среднем. Это означает, что для них открыты двери любого престижного возраста Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Приморского, Дальневосточного федерального университета. В Министерстве образования области обсудили нововведение в сдаче единого государственного экзамена. Глобальных изменений не последует. Как и прежде, выпускники 11 классов будут сдавать два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Главное нововведение, ожидающее выпускников уже следующего года, это отмена тестовой части в экзамене по литературе. Экзамен будет творческий, поэтому мы который год подряд занимаемся с учителями русского языка и литературы. Кроме того, мы очень неплохо пишем сочинения. Писать сочинения выпускники школ стали действительно больше. Вслед за введением в 2015 году итогового сочинения, которое 11-классники пишут в середине декабря в обязательном порядке, в ЕГЭ по истории тоже добавили творческое задание. Сочинение, конечно, это намного лучше, чем был просто исторический портрет. И это, конечно, заставляет мозги напрягать, заставляет думать, размышлять, читать. В этом году я должна сказать, что более серьезно отнеслись, потому что они увидели, во-первых, сколько баллов дает преимущество, если ты напишешь на максимальный балл. Во-вторых, это же сразу идет повторение предыдущих тем. Сдавать ЕГЭ в России начали с 2001 года, но до сих пор однозначной оценки такой формы сдачи экзамена в обществе не сформировалось. ЕГЭ это нужно для, как сказать, для учеников, для школьников, чтобы оценить их уровень знания. ЕГЭ это не показатель знаний. ЕГЭ это бесполезная вещь, потому что объективно не оценивает знания. Допустим, у моих родителей у них гораздо лучшее знание, они до сих пор помнят то, что я уже забыла. Я учусь хорошо, так что нормально, не очень тяжело готовиться. Больше внимания стали уделять подготовке учителей в освоении новых образовательных стандартов. Опасения по-прежнему вызывают математика и иностранные языки. Как отметили в Министерстве образования области, средний балл оренбургских школьников по ЕГЭ стабильно растет. В прошлом году 101 выпускник нашей области получил за ЕГЭ 100 баллов. Результат этого теперь уже учебного года будет не хуже, а возможно и лучше, чем мы имели прежде.